здравствуйте меня зовут татьяна я рада приветствовать вас на своем канале канале который так называется татьяна кельмяшкина а также я рада приветствовать вас на своем огороде огороде на балконе ничего особенного на моем огороде не произошло я даже подумаю снимать не раз в неделю а раз в две недели чтобы продвижение в растюхах были более заметны наверное я так и буду делать ну если будет что показать конечно буду показывать пораньше так в этот раз мой вот этот огородный ролик как в прошлый раз тоже сделал папа я пришла к ним была я неделю назад неделю назад я показывала томаты выплывет и ролик или в инфобоксе будет ссылка или сейчас выплывает в правом верхнем углу как это было неделю назад и каково было мое удивление когда я увидела бутоны то ли я не внимательно присматривалась но мне кажется намеку на бутоны хотя в серединке за листьями можно было не заметить намек на бутоны в прошлый раз не было посмотрите пожалуйста какие томаты вы какие бутоны на комнатных томатах у моего папы все кто просил показывать чаще папин огород показывай прошла неделя и вы представляете что я вижу я вижу бутоны папка колись как ты это добился немножко золы подмешал воду который поливаю обыкновенная зола просто с хороших этих дровяных дровяная в общем от дерева зола и это а ты где костер-то жжешь на улице у нас тут все возможно подожди еще серьезно идешь жжешь костер чтобы или ты там кто-то жжёг а ты берешь ну а я прям золу взял и все ветки жгут тут дворники а я у них золу взял офигеть это прям бутоны ага ну не может так за неделю то я же еще это тяну сам соль вот как есть они на балконе стоят все не заношу в детскую колись это все секрет в грязных горшочках наверно так и не трогай я приду из чупахту и свой глиняный до нельзя измашь их золой золы могу так а теперь серьезно не надо мне золы у меня так вон через три месяца зацветет скажи это значит водичкой золой поливаешь а еще что ну вот удобрение которое ты мне давал раз поливал я твоим удобрением а это идеал вот тем удобрением раз развел на полтора литровый и по стаканчику маленькому вылил на них и потом вот с золой золой без ограничения золой это всегда у нас когда мы в лесу жили огород у нас свой был там все и дыни и арбуз мы сажали все росло но вот эти крепенький да и ствол такой вот это мы напоминаем что этот называется кроха сорт да как ни крути вот и этот например он жиденький какой-то ну значит он попался там но может с одного сажали пакетик с одного сажали это уже там набрахлили набрахлили нет смех смех мое цвести у меня не фокусирует цвести будет и вот этот горшок он сколько вот по объемам ты этот литра два с половиной это уже корни вот кстати все говорят не любят корни свет там еще учеты а у тебя что все вот и какая-то даже там зелень а все растет я прям у тебя все вопреки каким-то правилам огородничества а он здесь прям будет вот как сказать платы давать вот в этом горшочке ты не будешь будешь пересаживать нет правильно ничего вот ну нет ну прям эти явно эти как на рву ведро тебе да ведро мне ладненько на засолку у меня ведра ты видел какие в роликах вот такое ведро подсвечник из фикс прайс нет прелесть вот что угодно ожидала увидеть только не это пришла окна мыть смотрю мамочки мамочки к пасхе как раз за цветут желтенькие цветочки будут мне кстати за цветут к пасхе нет но вот все что угодно у меня бутонами еще даже даже не пахнет ты их уже не заносишь да они стоят уже вот на балконе у меня на балконе 20 градусов они не замерзнут 20 градусов тепла пойдем мамульку проведем спасибо анатолий ильич пожалуйста маму мы проведали на веселье там есть несколько новых салфеточек одну из которых вы видите сейчас перед собой опять тоже пока не покрахмалила это все ближе к пасхе салфеточки я покажу в вязальных своих роликах а здесь продолжу про огород у меня что могу сказать новостей особых нет значит вот этот лучок который я сейчас подвязала ленточкой эстетично я просто как сказать держу что ли в таком виде исключительно вот до сегодняшнего вечера сегодня после того как сниму много много роликов и смонтирую хотя бы один я приготовлю на всю неделю там и первых и вторых блюд в общем этот лук сегодня я уберу и посажу новый в левом а ежички только что посаженный лук он уже проросший здесь очень много виднеется таких перелила его в серединке просто а здесь уже эти хвостики которые просится наружу поэтому считаю что у меня будет два горшочка с новым луком хотела в большой посадить прямо твердо была уверена но в большой ежик я посадила руку вот кстати новость вот в этом горшочке где был крест салат и собиралась я посадить лук все переигралась руку я все ищу то что очень быстро всходит и очень так сказать быстро дает урожай и вот нам здесь обещают что скороспелый 20-25 дней должен зайти я вчера посадила вид листового салата для выращивания в открытом и защищенном грунте лишь не знал что руку вот салат вот узнаю столько лет сажала а что это салат не знаю розетка листьев полуприподнятые 20 сантиметров 15 листья среднего размера зеленые листовидные зачем тут они неправильно читаешь клиру видные чтобы знать что это такое это форма выемчатый по краю урожайность полтора килограмм с квадратного метра делим квадратный метр на мои сантиметра цены сорта неприхотливость выращиваю вот то что мне нужно сначала читать покупать а мне все наоборот содержит витамины c а б п п минеральной соли у пищу использовать молодые сочные листья в свежем виде в качестве гарнира к мясным рынкам то что надо в общем посадила один пакетик вот такой один грамм не могу не сказать хотя бы пару слов про базилик который неделю назад вызывал тревогу как у нас дела обстоят сейчас мой огородный мир здесь все в порядке спасибо вам огромное что вы писали срочно посыпь песочком это черная ножка и так далее я согласна вы знаете пока та не дойдет до песка дело в том что я заканчиваю работать тогда когда заканчиваю все садово-огородные так сказать магазины в пятницу на час пораньше я таки дошла и купила песочек что вы думаете я ставила этот пакет у родителей в общем я безалаберная огородница базилик видимо это понял и как каждый год начинается падеж останавливается падеж сейчас у нас все в полном порядке вот таком виде я и хотела бы чтобы базилик продолжал расти здесь прям сейчас он не нашла не взяла указки очень хорошо видно по моему этот лимонный базилик и вот этот застольный базилик застольный я сажала вместо лимонного был какой-то гвоздичный еще что-то я не знаю но очень хорошо видно по листикам лимонный застольный у застольного листики как бы полукругом как бы сворачивать это будет видно а у лимонного они похоже на мяту что ли в общем базилик понял что пока та не донесет песок надо брать все свои руки он умница у меня вот так будет расти базилик не бы не хотелось чтобы больше ничего падала в чисто теоретически можно здесь убрать вот этот часто он посажен и вот завидно лет внутри вот этот базилик но я пока не буду потом может быть срежу под самый корень когда убедюсь убеждусь что все в общем базилик прошел эту фазу капризную не всегда какая-то есть капризная фазу него и и я надеюсь мы пошли вперед навстречу вот этой моей любимой любимой шапочке когда вот это вот шапочка из базилика так что пожалуй это все новости томаты свои покажу конечно после папиных их не хочется показывать зря я обижаю свои томаты неправильно я мои томаты красавцы если очень сильно присмотреть там там тоже где-то есть бутоны пусть потенциальные ну да папулька обогнал меня по томатам ничего страшного зато у меня горшок чистый подросли томаты подросли это прям заметно они по-прежнему крепыши я их уже не уношу сейчас на стол не стал ставить очень тяжело ворочать горшок уже не на нашу вот они сейчас с утра после ночи ну прохладно конечно холодно но ничего зато закаленные закаленные и пусть уже в общем мои григорашики закаленные пацаненки палочку я пока вот сюда ничего не делала потому что но еще стоят прямо у меня не собираются не падать ничего красиво получается как я хотела один горшок и много-много такая масса будет когда вот это все в цветах и в ягодах такая картинка должна получиться прям хоть фотографируй и так сказать магазин семян предлагай для обложки вот мои томаты они явно подросли я ставлю ну я снимаю каждый выходной поэтому можно посмотреть какими они были как мы их сеяли как мы их пересаживали все это в есть вот это маленький лучочек который будет скоро это большой лучочек которого не будет скоро это томаты это денежное дерево в общем все что можно я закаляю выношу на балкон потихоньку полегоньку растем ждем бутонов ну а на сегодня это все до новых встреч мой огородный мир они обязательно будут ведь ведро для папиных томатов я приготовила